448 страница, у вас посередине страницы после, практически ровно посередине страницы, после круглых скобок, там после точки со словом Беннишмата Адам, так? Вот здесь. Окей, два слова о том, о чем мы говорили на прошлой неделе. Как бы, мы сегодня будем рассматривать вторую половину уравнения. На прошлой неделе мы говорили о первой половине уравнения, где говорится о том, как Всевышний творил все остальное, кроме человека. Зачем мы это объясняем? Для того, чтобы объяснить вообще само понятие тшува. И что значит тшува? Тшув гей, вернуть гей, вернуться ко Всевышнему. И что значит вернуться это гей в имя, четырехбуквенное имя Всевышнего. И понять, как может быть такое, что есть высшая тшува, есть низшая тшува. Что есть, как может быть такая тшува, которая может даже исправить грехи, за которые полагается смертная казнь на небесах или карет. Для этого, говорит Алтар Эббен, нам нужно понять, все это основывается на основе предложения Хелека Шемимо Яков Хавельна Халатой. Это цитата из книги Дворим, из, так сказать, наставлений Мойши Робейну, где Мойши Робейну говорит о том, что часть Всевышнего с ним, то есть еврейским народом, и наследие Якова – это канат. И мы уже объясняли, что значит этот канат. И говорится, что понять, что это значит, вот эта вот связь, нужно понять, как творился человек. И написано в книге Берейши, когда творился человек, написано что он вдохнул в него дух жизни. И Робейши сразу приводит слова Зор, Зор, говорит откуда он вдохнул, изнутри вдохнул. И дальше мы говорили, своего рода, так сказать, особенно на прошлом, как мы посвятили этому достаточно много внимания, о том, что нужно понять, что такое аллегория в иудаизме. Что есть один вид аллегории в иудаизме, который не воспринимаем даже на языковом уровне ни в каком другом языке. Что имеется в виду? Может быть, объяснение действительно, что, как написано, Тора говорит человеческим языком. Одно понимание того, что значит Тора говорит человеческим языком, это просто аллегория. Что просто используются какие-то обороты речи для того, чтобы что-то подчеркнуть. Другое объяснение варианта, что Тора говорит человеческим языком, когда говорится о каких-то вещах для того, чтобы мы что-то выучили. Как, например, как написано, как вы приводили на прошлом раке пример, что тогда написано, что Всевышний перстолмствовал своим пальцем, сделал 10 казней в Египте. А когда говорится о казнях на Красном море, чтобы там было не обязательно Красное море, но на Ям-суф, то он делал своей рукой. И отсюда мы учим, что если в Египте было 10 казней, это значит, что на море было 50. Если одним пальцем это 10, рукой это 50. И таких примеров в Торе достаточно много. Это второе объяснение, которое еще доступно, что такое аллегория. Но есть еще третье объяснение, где термины, мы говорили об этом неоднократно, и уделили это внимание на третьем, на прошлом уроке, этому третьему объяснению, что есть такое понятие, как Машаль и Нимшаль. Пример и то, что мы объясняем на основе этого примера. Такого слова, как, если Машаль, как пример, у нас такое слово существует, то такое слово, как Нимшаль, в русском его нет просто. То, что мы объясняем на основе этого примера, это не аллегория. И идея этого понимания заключается в том, что когда нам пишется что-то, что на таком вот сравнительном передаче информации, то нам нужно попытаться как можно более досконально понять, что имеется в виду Машаль, что такое пример, чтобы потом как можно четче провести эту параллель в том, что мы хотим объяснить. Или всегда, другими словами, всегда Машаль, это будет какое-то человеческое понятие, или как в нашем случае, какое-то физиологическое понятие, а Нимшаль, это будет все всегда, как это происходит у Всевышнего. Как сказал царь Давид, мы псыри хезе лука, на основе себя самого, своего тела, по Ему Всевышнему. И поэтому мы начали объяснять, что если написано, что Всевышний сотворил человека с помощью того, чтобы вдохнул в него дух жизни, соответственно, нам нужно понять технологию и процесс дыхания у человека. И понять, как это отличается от того, что весь остальной мир Всевышний творил десятью изречениями. Помните, мы говорили, десять изречений в Айомре Луким, сказал Всевышний. Будет там свет, будет водка, селедка и так далее. Было десять изречений. Конечно, что все мироздание состоит из перемутации букв этих десяти изречений. Когда уже творился человек, написано «На-се-га-адам» – «Сделаем человека». И когда он творит человека, он не говорит. Он говорит, он в тело, может быть, не сотворил, но он вдохнул его дух жизни. И поэтому нужно понять, в чем разница между речью и дыханием. Понять, как это происходит у нас. И на основе этого понять, как работает все полностью мироздание. Понятно? Ситуация сна. И то, что мы объяснили на прошлом уроке, мы объяснили одну... Мы с одной стороны объяснили, как работает дыхание человека. Мы объясняли два урока. А на прошлом уроке мы объяснили одну часть сравнения. То есть мы объяснили, как творение происходит с помощью речи. Два слова. Что такое речь у человека? Речь человека – это то же дыхание, которое преломляется в пяти органов, издающих звук. Это горло, язык, нёб, зубы и губы. Отсюда происходят разные звуки. И поэтому количество дыхания, выходящего из наших уст, когда мы говорим, его гораздо меньше, чем когда мы выдыхаем. И, соответственно, энергии для того, чтобы это дыхание, которое выходит в конце концов во внешний мир, его гораздо меньше, чем когда мы дышим. Получается, что если Всевышний, все эти миры, всё творил с помощью речи. И мы говорим не только о столах, стульях в нашем окружающем мире, природе. Мы говорим и о всех духовных мирах, и ангелах, и серафимах, по-моему, на русском. Да, есть такое слово «серафим»? Да. Да? Да, просто есть такое понятие в этих духовных творениях, которое называется «серафим». На русском, наверное, нет. А что такое «серафим»? Серафим на русском. Конечно, ангелочек. Да. У нас есть малахин. У нас учительница была «серафим». Кроме того, есть там святые животные и так далее, которые все, просто вся Вселенная, вся Вселенная – это только речь. А внешнее проявление этой Вселенной – это же не только речь. Весь наш окружающий мир сотворен даже не речью, не столько речи, сколько «hebel piv», то, что выходит. Когда человек говорит, какой-то воздух выходит, какое-то дыхание выходит. И он говорит, что получается, здесь очень интересная такая вот параллель. Жеетворение всего мира. Его форма – это речь. А содержание – это то дыхание, которое одевается в эту речь, то, что, так сказать, остается. Когда человек умирает, последний выдох, и душа уходит. Экзакт. Это можно именно абсолютно верить на дыхание. Теперь, с другой стороны, когда человек выдыхает, он беспрепятственно выпускает то, что заложено в нем внутри. То есть, скажем так, тот воздух, который находится у него в легке. Он его выдыхает, и он не преломляется ни в каких органах речи. Поэтому, по идее, когда человек дышит, звука никакого не происходит. Более того, гораздо легче что-то делать, когда ты, кроме того, когда ты говоришь, ты дышишь тоже. Ты и говоришь, и дышишь. Но, когда ты просто дышишь, ты и говорить не можешь. Понятно? Дыхание. Когда ты говоришь, дыхание так или иначе происходит. Но, когда ты просто дышишь, то речи нет. И вот это, то, что является первой стороной уравнения, это все творение, которое было сотворено речью. И вторая сторона уравнения, то, с чего мы начинаем читать, это то, что было сотворено дыханием. Давайте начнем читать после скоба. И в сравнении с душой человека. Которое изначально происходит из аспектов внутренности жизни и благоволения. То есть, точно так же, как человек, когда выдыхает, он выдает какую-то, образно говоря, гораздо более внутреннюю энергию. Точно так же, как Всевышний Суторий у человека, это на более внутреннем уровне. Конечно, здесь нужно сказать одну очень важную вещь. Что, неважно, или человек говорит, или человек дышит, в любом случае нужно дыхание. В любом случае нужно что-то, что происходит изнутри. Так? То есть, для того, чтобы сказать, все равно нужно выдохнуть. Дыхание преломляется. Дыхание первичное, а речь уже... Не только то, что первичное, но и для того, чтобы говорить, нужно то же самое дыхание. Только творение, которое происходит с помощью речи, оно более внешнее, а творение, которое происходит с помощью дыхания, оно более внутреннее. Но при этом мы все часть одного целого. Одной идеей Всевышнего. Так? Понятно, что первично, первично появилась идея еврейской души. Потом пошла, потому что первично было дыхание. Так? Затем появилась речь, которая сотворила все, весь окружающий наш, духовный, недуховный, материальный, физический, вселенский, космос и так далее. Которое потом обратно пришло, это дыхание только уже не прикрыто. Понятно? Но вы должны задать простой вопрос. Обязаны задать простой вопрос. Не хотите никакого вопроса задать? Ну, если человек не говорит, что тогда происходит? Он дышит. Ну, то есть теряет часть его... Нет, наоборот. Человек, который молчит, поэтому написано молчание золото. Это все остается бы принять внутри. Не обязательно говорить. Может, я еще говорил? Но вопрос, который вы должны задать, то есть, что здесь есть одна несостыковочка. Какая здесь несостыковочка? Потому что если мы говорим то, что мы только что прочли, что внутренний свет, с которым творится человек, который мы в физическом понимании называем дыханием, или дыхание Всевышнего, потому что у дыхания Всевышнего там нет ни жабры, ни легких, ни так далее. Но то, что мы называем это духовной энергией, которая происходит внутренней энергией Всевышнего. При ее проявлении, то, что происходит, полностью растворяется все творение. При проявлении бесконечного Божественного Света, весь мир в нем растворяется. Помните, что было все время на горе Синай? Полностью не только двинулись мозгами, и умерли сразу, потому что было полное бетульбами циут, растворение в сущности. В реальности, она просто, реальность растворилась, как воздух, когда проявился бесконечный Божественный Свет. А тут получается, что весь конечный этап всего мироздания, после того, как уже все было весено, это именно создание человека. По идее, при создании человека, когда проявляется воепах, буроха, вдохнул его дух жизни, должен раствориться весь остальной мир. А получается совершенно наоборот. Человек замкнут в рамках этого мира. И не только то, что мир не растворяется, а человек растворяется в этом мире. Вопрос понятен? Ответ не понял. Это хорошо. А женщину, когда он делал, тоже так делали по-другому? Норма. Но это из другой лекции, которую вы давно уже должны были выучить. Потому что никого, ни из каких рёбер ничего не делали. Да, вы создал же одного. Уже недавно мы об этом говорили, что был создан один человек, первый человек это был мужчина и женщина. Но это политикалы корректно. Кто это знает, это было давно. Кстати, я не думаю, что можно сказать, что человек был бисексуал. Он гермафродит. Я думаю, что наоборот, человек был абсолютно асексуал. Потому что вся идея единства мужчины и женщины, которое было в первом человеке, это полное физическое и интеллектуальное и моральное сочетание. Они были одним целым. И поэтому никакое внешнее сексуальное проявление не должно было быть. Оно должно быть внутренне между мужчиной и женщиной, которые были одним целым. То есть, другими словами, это нахождение Адама как одного целого в райском саду в состоянии постоянного оргазма. То есть, это имя как бы? Да, абсолютно. Отсюда имя не послали. Макиндовит, что такое? Шестиконечный связь, что такое? Тут же имя. Нет, мужское и женское начало. Два треугольника. Сочетающиеся вместе. А звезда силамома? Ну, это все, на самом деле, это уже более такие поздние додумки. Там, звезда того, звезда этого. Это уже не значит. Это мороны. Мороны? Мороны. Не мораны. Масоны. Масоны. Мормоны. Бараны, короче, масоны. Они используют, как говорят, звезда щит сормоны. Это пятиганечная в кружочек. Дальше. Теперь давайте попытаться отвечать на этот вопрос. Как же это все происходило? И затем эта душа спустилась дальше в сокрытии различных ступеней. И точно так же, сейчас объясню, с помощью букв, которые заключены в высказывании на Асе Адам. Сделаем человека. Для того, чтобы одеться в это материальное тело. Здесь Алта Реба буквально в нескольких словах определяет, дает нам ответ на наш вопрос. Я еще раз приведу. Если вы не поймете ответ на вопрос, то я объясню. И после этого она спустилась в больших сокрытиях и ступенях. Также, с помощью аспекта букв, которые в изречении сделаем человека, для того, чтобы одеться в материальное тело в этом нижнем материальном мире. Непонятно. Объясняю. Весь наш мир был сотворен в десятью изречения. Ва-йом-ра-ки-м-та-бай-и-ор. Ва-й-ра-ки-я. И будет свет, и будет твердыня, и будет солнце, луна, зяблики. Кролики и так далее. Да, все было сказано всевышно. Все, что есть, мы говорили об этом, учили это в Тане, несколько лет назад. О том, что все, что есть в нашем мире, это сочетание этих. Помните, вы говорили про буквы? Каждая буква – это определенный сегмент мироздания. Сочетание нескольких букв дает, как бы, одни из них происходят, как в таблице Менделеева, из элементарных частиц сочетания происходит какое-то творение. Это творение, оно, это комплектация, то есть это как вот сожительство этих аспектов мироздания, которые заканчиваются, заключаются в каждой буквы. Каждая перемена двух букв на иврите уже дает совершенно другое слово. Всевышний сделал буквы, как форму, с помощью, как палитру, с помощью которой, как элементарные частицы, с помощью которой он творил этот мир. И затем этими буквами сочетал и получился весь наш комплексный мир. И всего 22. Понятно, так? Теперь, все, что написано, и будет свет. Все, что мы называем светом, заключается в этих шести буквах. В семи буквах. Вав ют, гей ют, алиф, вав рейш. Все, что мы называем светом, все, как мы можем представить себе свет, все, что для нас отражается, оно заключается в компиляции между этих семи букв. Это практически как каббала, как они называются. Чистая каббала. Никаких курсов каббалы, где вам расскажут, что нужно отделять десятину в центр каббалы, вам про это не расскажут. Точно так же весь остальной мир. Когда было сказано, что из земли будет все прорастать. Вот, в этих компиляции всех этих букв заключаются все варианты всего, что произрастает из земли. Кроме грибов, конечно. Потому что они из воздуха. Чего вы смеетесь? В воздухе грибы не растут на земле. Ну, бывает, они зацепляются за землю, но в гавилонский долмуд пишут о том, что благословение на грибы, это не на плоды земли, а на плоды, на все остальное, шаколь, как на яйца, мясо, рыбу и так далее. Грибы, кому-то знаю, грибы растут из-за воздуха, не из-за земли. Они там, что-то какая-то, есть интеракция с почвой тоже, но грибы растут. А как же грибница же в земле находится? Грибница находится в земле, потому что есть определенные условия. Сырость, воздух сырой. Почему после дождя? Потому что это с земли идет? Нет, потому что воздух сырой. Собачка написала полезные грибы тоже. Точно. Куда бы ни написало там эти грибы без земли. И это научно как бы доказывать? Секундочку, а у грибов, что значит научно доказывать? У грибов есть семя, которое вы садите, и оно прорастает? Как у всех плодов земли. Они как-то сейчас выращивают какие-то шампиньоны. Да, всякую эту самую. Что такое гриб? Гриб это самое. Ну как оно, овощное влече называется? Нет. Как не сыр, как... Вау, вылетело слово из головы. Как называют... Плесень. Плесень. А, ну, трюфеля... А что, веджи-то, плесень? Не веджи-то, грибы. Нет, ты говоришь на химбру. Овощ. Овощ. Я даже не подумал. О-вэш это плесень. Овощ. Труфеля находят... Это не овощ. Это овощ. Пытался слово вспомнить. Семена не дают? Плесень везде может. Труфель это же не дают. А что это? Теоретически. Он может быть очень вкусно и редко, но... Ну это же плесень. Как другой гриб. Грибы и плесень в сыре это одно и то же. И грибок на ноге. Грибы это плесень. Так вот, это был сайдышу. На самом деле идея заключается в том... Почему? Я очень люблю грибы. Хотя они говорят, что они очень вредные. Я люблю. Говорят вредные. Ну не вредные, они просто тяжелые пищи. Я обожаю грибы. Они как мясо, в общем-то. Поэтому говорят шаколь. Как на мясо. Anyway, к чему я это говорю? Что все это, все эти варианты, они золо... Грибы, курочки. Курочки нет. Все, то есть все, что не растет из земли, оно заложено там. Наверное, грибы были... Это, кстати, очень интересный момент. Потому что много об этом грибах говорят. И всякие там у них там функции. Что Ленин грибом тоже был. Вы слышали это. Грибы-то, если они происходят из воздуха, были сотворены гораздо раньше, чем растения. Anyway, не к этому, не об этом речь. Так вот, то же самое произошло... Можно было кушать до потопа или нет? Это тоже выходит с интересного. Грибы, это действительно интересная тема, чёрт возьми. Изучи нам. Надо заняться ресерчем. Да? Так вот. Это такая хорошая тема для лекции. Грибы в иудаизме. И мы тут поставим на столе много маринованных грибочков, водочки. И лекция будет... Для всеми грибами лекция не нужна, я вас умоляю. И так мультики показывают. Мы вознесёмся. Так вот. Всё это произошло, висит творение, это компиляция букв 10 изречений. То же самое произошло с человеком. Вот по этой компиляции будет теперь. Изначально то, что мы называем человеком. И здесь это очень-очень важный момент. То, что мы называем человеком. Оно было заложено в сущности Всевышнего. Человеческая душа. Затем было сотворено всё это огромное творение. Для чего? Включая высших англов. Я не говорю только там огромное творение, там Баобабы и Орангутан. Я говорю о Серафим, о Малахим. А даже высших Малахим, которые, знаете, высшим Малахимом представляются, они всегда имя Всевышнего в их именах. Алиф Ламы. Михаэль, Габриэль, Разиэль, Уриэль. Это всё высшие ангелы. Так? Теперь, даже эти высшие ангелы, которые говорят, что только копыта или там ступни высших животных, эти брусистические, они стоят против всего, всей армии ангелов. Не забывайте, что каждая миссу, которую мы делаем, она творит нового ангела на небесах. Да? А эти самые рога, там, чего-то там, они стоят по размеру всего царства ангелов, всех высших животных, всех высших ангелов, всего мира. То есть, это бесконечная вселенная. Но всё это делается только для одной души, которая спускается в этот мир, которая происходит из сущности Всевышнего. Но пока душа, если бы она действительно, как мы сказали, спустилась в этот мир, как она есть, то она уничтожила этот мир. И даже если мы оставим Адама, Адам теоретически мог спасти все человечество и не изнасиловать свою жену Хаву, а остаться жить в Сарасе Масаду. Но после этого, должно было пройти 10 поколений, пока появился Абрам, ему была дана новая душа. То, что называется еврей. А он не изнасиловал свою жену? Что это метод? До этого, до Древа Познания, они спали друг другом, или это не считается? Адам, как одно целое мужчина и женщина, они были созданы в этом состоянии. А когда они разделились? Когда они разделились, то Адаму нужно было дождаться Шабата, он Шабата не дождался, а изнасиловал Хаву. Хаву появился там вакуум в сознании, она пошла искать, что была расстроена, пошла, съела, что она съела, мы не знаем, 100% не яблочко, 100% не яблочко, и отсюда появились все проблемы. Подожди, но Лилит, получается, была создана отдельно? Лилит была до этого. Но она была создана, как бы... Отделена. Отделена от Адама тоже была, но раньше, чем я. Так что, после секса нельзя кушать, что? Сейчас такое рассказать. Должен быть такой секс, Хайм, должен быть такой секс, чтобы не Хава сама пошла кушать, искать, чем закусить, а бы оба хотели перекусить. Тогда было бы все в порядке. Она пошла сама, без прозвищения, и у меня было бы створение в человеческой природе, в Божественной... Вернемся к сексу, да. Да, так вот... О, что говорить? Не надо о нем говорить, нужно делать, да. Так вот, теперь, если еще по поводу Адама мы можем понять, что он был из Израиля, поэтому в райском саду, допустим, да, душа могла быть неприкрытой, там был мир адаптирован к этому. Но когда он был вырезан из райского сада, можно предположить, что он лишился вот этого состояния. Но приходит через 10 покоснений после Адама кто? Приходит Авраам, и он получает еврейскую душу. 10 поколений после... 20 поколений после Адама, 10 поколений это Но, 20 поколений это Авраам. Он получает еврейскую душу, и эта еврейская душа состоит из пяти уровней Нефе, Широхму, Шама, Хаява и Хидар. А до Давида это еще 10 поколений получается? Домой же 7 поколений. Нет, до Давида больше. Это божественная душа, которая называется еврейской душой, даже если мы оставим в сторону все внешние проявления этой души, то уровень ехида, который называется точкой, мы это уже много раз говорили, он является неотъемной частью души, сущности Всевышнего, вот это вот, прямо как сущность дыхания Всевышнего. И проявление, а эта душа появляется в Абраме, по идее, при проявлении первого еврея, пусть даже только после того, как он сделал обрезание, по идее, опять же весь мир должен раствориться, но он не растворяется. И это то, о чем здесь говорит Алтера, что все равно человека, человек как таковой, был сотворен речью, потом Всевышний в нее вдохнул эту душу, которая является только отблеском того, что на самом деле является божественной сущностью. Но потому что Всевышний творил человека gradually, то есть step by step, он его сокращал до такой степени, чтобы человек мог принять ту форму, в которой может находиться душа, и этот мир не будет уничтожаться. То есть, если бы шла речь только о том, что этот мир был сотворен для души, то действительно произошло бы просто back to someone, полный crash. В тот момент, что был сотворен человек, и что для этого творится весь этот мир для души, и появилась бы в этом мире душа, то мир бы растворился. Но благодаря тому, что Всевышний всячески скрывает себя в рамках мироздания до такой степени, что он создает те рамки, в которых может существовать его сущность, и при этом все эти рамки не будут в ней растворяться. Это к вопросу, может ли Всевышний создавать камень такой, как он не сможет поднять. Какой ответ? Ответ да. И то да, и то да, и то... Это неправильно. В Одессе должны были ответить на... How much? Ну, спрашиваешь. Или. Или. Да? Это не так. Это должен быть вопрос. О, но, но, при том, что наша душа делится на эти пять... Ваши пути еще дальше. При том, что наша душа делится на эти пять уровней, можно было подумать, что только этот уровень ехида, он включается в существование. Нет, на самом деле дыхание, оно распространяется на все. Вот эта вот наша душа, это есть дыхание, просто она проявляется в этом мире за счет какой-то формы по-разному, на более внешнем, точно так же, как речь. Дальше человек становится партнером творения, поэтому есть пять уровней души, пять органов речи, наши слова. Все, что мы делаем в этом мире, оно творит этот мир. И, конечно, душа сама по себе, она не может просто находиться в этом материальном мире. И поэтому, когда Всевышний творит этот мир, он творит это степо, сначала создает такое понятие, как душа, которая является неотъемлемой частью его как такового. Затем он не одевает напрямую эту душу в человеческое тело, он одевает эту душу в то, что называется в животную душу, которая является связующим элементом между... Давайте немножко развернем эту тему. Есть нефеш-шалокит, нефеш-бимит, и... давайте попростим, да? Есть божественная душа, она одевается в рамки животной души, которая своего рода фильтрует энергию божественной души до такой степени, что она может проявляться в теле. И тогда тело функционирует благодаря душе. Это называется жизнь, когда душа одета в тело. На самом деле, такой же пример мы можем увидеть в простой человеческой физиологии. Ведь мы понимаем, что мозг, он управляет всем человеческим телом. С помощью чего? С помощью нервных окончаний. Это какие-то окончания, которые принимают информацию, посылают ее в мозг, мозг ее обрабатывает, дает импульс на какие-то другие действия, и дальше уже работает вся остальная машина человеческого тела. Так? Понятно? Правильно, да? Что происходит? Когда эта энергия, команда, выходит из человеческого мозга, она выходит в одном стволе. Но постепенно эти нервные окончания дробятся, 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 дробятся в какой-то огромной бесконечности, пока они не достигают каких-то совершенно крайних вообще, именно то, что является окончаниями, которые могут иметь только одну функцию, там, тепло или холодно. Холодно вообще. Так? То есть, последний кончик этого нервного окончания, он не является, но при этом он является непосредственной частью мозга. Это понятно? То же самое происходит со Всевышним. Да, наша душа, она была, является одним целым со Всевышним, но постепенно для того, чтобы эта душа, то есть тело, которое находится в этом мире, оно могло функционировать, а все создано для того, чтобы душа могла проявляться в этом мире, проявляться может только с помощью тела. Идет дробление, 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 пока просто какие-то осколочки души не оказываются вообще в кончиках наших пальцев и на кончиках наших ушей. А где душа находится? Местонахождение божественной души, она в интеллекте, местонахождение животной души в сердце, местопроявление божественной души, она тоже в сердце. Но находится душа, конечно, на теле. И поэтому у тела, теперь не то, что тело сразу тоже воспринимает, даже животную душу, у тела тоже есть более чувствительные органы и менее чувствительные органы. Есть те, которые воспринимают душу, а есть там, извините, пожалуйста, на ногте левого мизинца душа невалом ощущается. Потому что это менее sensitive часть. Мелиочувствительная часть. И фейс у кого как. Понятно? На этом мы сегодня остановимся.